Знаете, откуда черпаете силы? Завесы бессознательного, да, из своего бессознательного. Вы черпаете силу из неизведанного, из неизвестного, ну, в том числе, из эзотерических, да, какие-то понятия. Вы черпаете силу, можно сказать, знаете, как-то потустороннюю, оттуда, неизвестно откуда, конкретно здесь нет ответа, сила из тайны, сила оттуда, где скрыто все, где неизведанно, непонятно, сила вы черпаете. Тогда, когда принимаете какое-то решение сделать шаг в неизвестное, неизвестно куда, непонятно. Но есть вот этот внутренний голос, интуиция, которая говорит, вот давай пойдем туда, и вы это делаете, и у вас как будто бы получается, у вас ведет прилив энергии. Вот все, что связано с тайным, не знаю, эзотерическим, сакральным, неизвестным, мистическим каким-то, да, непонятным, вот это оттуда вы черпаете свою силу. В том числе, аркан Верховной Жрицы у нас тоже говорит про баланс. Смотрите, у нас два аркана выпали, да, говорящие про баланс, ну и гармонию. Аркан Мира тоже про это говорит. То есть ваша сила как раз-таки в балансе. Причем сила именно в пассивности, вот я затронула, да, черную дыру, это внутреннее состояние, когда мы погружаемся внутрь себя. У нас есть пустота, пустота, тишина. Вот оттуда вы берете свою силу. Внутри себя вы находитесь. Когда, когда находитесь внутри себя, вдохновляетесь, когда вы слушаете свою интуицию, когда вы находитесь именно в равновесии, да, когда у вас нету перекоса. Верховная Жрица указывает на умение управлять своими мыслями. То есть не останавливая внутренний диалог и не игнорируя, а это когда ты фокусируешься на внутренней тишине. И вот когда вы находитесь в тишине, как в физическом мире, так и в своем внутреннем мире, виртуальном, погружаясь внутрь себя, вот оттуда вы можете черпать свою силу. Ну-ка я посмотрю еще вот на этой колоде. Мне просто интересно, что здесь покажут. Покажут ли какое-нибудь такое тоже эзотерическое понятие или нет, да? Это колода соулкар. Вы видите, коробочку. Каюбочку. Вообще-то карта так идет, но я вам ее так положу. Почему? Посмотрите, посмотрите, как созвучно, не знаю, или я так вижу, или вам тоже это видно. Напоминает, как девушка, которая спит, и она положила, ну, если многие из вас так спят, на руке, под голову руку, и ощущение, как будто бы она спит. Причем она спит на левой стороне. То есть логическая сторона, вот именно в нашей голове, да, здесь она спит. И здесь получается, вот, если мы видим, да, листья желтые, желтый цвет. Это всегда про воздух. Это всегда про состояние, знаете, вот как дух, что ли, спирит. Вот что-то такое. И здесь получается, откуда вы черпаете. Во-первых, вы черпаете свою силу во сне. Начнем с этого, да. То есть когда вы отдыхаете, восстанавливается ваше тело, и это придает вам силы. То есть если вы чувствуете себя обесточенными, значит, вы как минимум либо неправильно спите, ну, то есть неправильный режим сна, либо мало спите, либо у вас беспокойный сон. Что-то связано здесь со сном. Это с одной стороны. С другой стороны, сон – это тоже видоизмененное состояние, да, что указывает также на наше бессознательное. То есть, ну, вот здесь сон и смерть. В Верховной Жрице у нас как раз-таки показывает вот этот вот путь, когда человек идет от своего центра, да, на Древе Жизни, от сферы Тифери, то он придет вот напрямую к первоисточнику, пересекая бездну, да. То есть это тот аркан, который может соединять как проводник, да, там, я не знаю, мир мертвых и мир живых. И в данном случае сон – это тоже грань, да, между смертью и между жизнью. Вы можете также черпать свои силы выхода, там, я не знаю, в астрал, если кто практикует. Либо ваши силы через видоизмененное состояние. Ну, то есть если даже никуда не выходить, а вот просто через бессознательное. Через бессознательное. В общем, интересно. Так, и это только первая позиция. Как увеличить вашу силу? Останавливаться. Периодически нужно здесь будет останавливаться, останавливаться от социума, от каких-то ваших действий. Для чего? Для того, чтобы погрузиться. Ну вот, потому что погрузиться в себя и найти ответы. Потому что ваша сила, это она в вашем бессознательном, она внутри вас, и она в вашей тишине, внутренней тишине. И отшельник краски говорит о том, что нужно сделать, чтобы увеличить силу. Погружаться в себя. Как можно чаще погружаться в себя, слушать свою интуицию, слушать свой внутренний голос, слушать внутреннюю тишину. С одной стороны, вы наполняетесь, к вам приходят идеи, находите ответы на вопросы, с другой стороны, у вас идет прилив энергии. Такое ощущение, что вы пошли как-то, хочется сказать, на тот свет зачеркнули энергию и пришли в этот мир. Ушли в тот мир и пришли в этот мир. И в этом мире вы уже наполнены. Сходили в тот мир, взяли какие-то идеи, вернулись и в этот мир воплощаете. Здесь какой-то такой вот поход туда-сюда, туда-сюда идет. Ну и теперь давайте посмотрим. Для чего? Последний вопрос. Для чего вам сила? Вот дополнительная сила, кроме той базовой, о которой я говорила в самом начале. Для чего вам сила? Для обучения. Чему вы тут обучаетесь? Чему вы тут обучаетесь? Да по знанию, я бы сказала, знаете, как своих эмоций, да, чему обучаетесь? Как жить легко? Как жить легко? Как жить непринужденно? И как, не знаю, радоваться, наслаждаться тому, что вы имеете? Как получать какие-то маленькие результаты? Но здесь обучаетесь, я бы сказала, отношению к жизни. Отношению к жизни такому более праздному, более легкому. Потому что я говорила в самом начале, у вас идет все время перекос в ментал. Очень много эмоций и перекос в ментал. Много думаете. Поэтому здесь, чтобы гармония была, вот вас как раз-таки к этой гармонии-то и ведут, да, чтобы вы научились. Для чего? К праздному, императрица. К праздному образу жизни. К легкостью. То есть вам сила нужна для того, чтобы вы по императрице, да, были счастливы. Для того, чтобы вы были удачливы. И здесь самое интересное, что вот эти вот состояния, о котором я вам говорила, вам сейчас нужно наполниться. Сейчас уже идет этот процент. То есть вы не случайно сейчас, а как-то, я не знаю, вас как дают демо-версию, да, попробуй, как это, быть счастливым, жить легко, непринужденно, праздники, отдыхи, веселья. Здесь не в контексте праздного образа жизни, а здесь в контексте отношения такого к жизни. И вот в этом есть какой-то такой философский смысл здесь для вас. Поэтому вам дополнительная энергия сейчас нужна для того, чтобы понять, что это такое. То есть как жить счастливо, как жить легко, как реализовывать свои какие-то желания. Но делать это не, знаете как, не силой, не продавливая, а как естественным таким, ну вот, я не знаю, вот утром просыпаетесь, вы же проснулись как-то естественно, да, вы же не продавливали свое бессознательное, говоря, вот надо проснуться. Ну то есть это идет естественно. Вот вы дышите, это же естественно для вас дыхание. Вы же не задумывайте о том, что есть ритм, да, сейчас надо вдохнуть там 3 секунды, выдохнуть 3 секунды, и потом пауза. Ну то есть вы же это не контролируете. То есть здесь должно быть вот какое-то такое состояние, вам дают силы для того, чтобы вы реализовывали свои желания через состояние праздника. Видимо, вам этот опыт нужен сейчас. Раньше у вас такого опыта не было. Да, вот, и он необходим сейчас. Именно вот все, что связано с увеселительными какими-то моментами, непринужденные, причем в том числе в теле, это не должно быть на уровне ментала. Я должна подумать об этом, да, там, пофантазировать, либо на уровне эмоций, да, там, что-то прочувствовать, да, либо состояние, а именно в теле. Потому что императрица – это прекрасное соединение мужского и женского начала, которое порождает, порождает семена, вот здесь вот у нас у Верафанта есть, именно в материальном мире. То есть здесь нужно радоваться материи. То есть реализации своих каких-то идей, задумок. То есть это не то, что виртуально я подумаю, а это еще нужно прожить и потрогать, и пощупать. Вот это какой-то новый такой опыт, и для этого вам нужна энергия. Поэтому сейчас есть вот эти вот зазадки, знаете, как говорят, вот давай мы будем учиться, да, например, как их не называется, боевым искусством. Они же не люди, которые идут, да, там на самооборону, боевые искусства, когда начинают учиться, да, и же сразу не ставят спарринг, вот, как говорится, не бросают воду и говори, плыви. А постепенно обучают, там, я не знаю, каким-то ударам, там, стойкам, чему-то. Вот вас сейчас, для того, чтобы прийти к императрице, вас обучают четверки жезлов. И заметьте, вы должны будете прийти к императрице, но императрица, она далека от аркана мира, да, то есть это третий аркан, а это 21 аркан. То есть и это тоже не является вашим конечным результатом. Но велика вероятность, что вот на данном этапе вы будете здесь. То есть если вы захотите дальше двигаться, то у вас есть такая возможность. Но это уже на потом. Так, это были единички. Я даже боюсь посмотреть, сколько времени это уходит, честно. Какой же расклад здесь будет большой. Почему меня это напрягает? Потому что это долгое время будет грузиться, с одной стороны. А с другой стороны, кто это будет смотреть так много? Поменьше бы думать о других и больше бы думать о себе. Так, голубой-красный. Красный камешек. Двоечки смотрим. Все время почему-то они у меня обделенные по времени. Ну, так выходит. Не знаю почему. Как будто вот у двоек все понятно, все ясно. Итак, двоечки. Ваш уровень и объем вашей силы на сейчас. Ну, прекрасно, да. Здесь вот великий аркан вышел. И еще один великий аркан вышел. Да. Ваш объем. У вас идут какие-то перемены. Идут изменения. Такая пауза. Здесь такое ощущение, что... Знаете, вот бывает летом, когда в бассейн надо поменять воду. Вот бассейн, он большой, он огромный, особенно если это каких-нибудь там олимпийских размеров, да. Но вода стала грязная. И ее нужно заменить. И почистить заодно бассейн. Вот идет опустошение этого огромного бассейна для того, чтобы почистить, ну, сделать все необходимые технические, провести работы, и потом залить новую воду. Вот сейчас у вас происходит как будто бы такой, такой момент. Вообще уровень и объем вашей энергии, он большой, он большой. То есть вы такие, знаете, ну, неоднократно я говорила, такое всеобъемлющее сердце, большое сердце. То есть здесь вот прям большой, не то чтобы большой потенциал, как у единичек, но здесь вот именно объем, у него есть ограничения, в отличие от первой позиции, но уровень он такой достаточно высокий. Просто и энергии, по сути, вам хватает. Просто сейчас идут вот какие-то технические работы, когда нужно что-то очистить, да, для того, чтобы заново залить. Но вообще уровень и объем, он большой. Вот видите, то, что я сказала. А залить нужно будет тузом пендаклей. Каким-то новым потенциалом счастливым, успешным, удачным. Ну, в принципе, солнце тоже указывает на позитивный. Просто здесь сейчас, не то что у вас нету этой энергии, либо силы, опять же таки скажу, большие объемы здесь, потому что все-таки великие арканы. А просто здесь идут какие-то технические работы. Что за технические работы? Именно по становлению вас, я бы сказала. Как будто бы сейчас вы в чем-то определяетесь. Причем определяете, вот то, что я сказала, очищение бассейна, для того, чтобы потом залить. Смотрите, как интересно. То есть здесь у нас идет бассейн, который очищается, башня разрушается. Для чего? Для того, чтобы королева жесла, для того, чтобы себя прокачать и сделать выбор. То есть очистить и сделать новый выбор. Чистую воду хочу залить. Какую воду хочу залить? Для чего? Вот он туз пендаклей, который шанс вам дается. А это десятка пендаклей. Для того, чтобы взять вот этот потенциал, удачу, счастье, да? То есть наполниться новой энергией, такой обновленной уже, живой какой-то водой. И привести ее к десятке, да? К завершению. То есть в данном случае вы как будто бы сейчас выстраиваете некий такой фундамент, на котором в дальнейшем, хочется сказать здесь, знаете, вы врач, и вы подготавливаете свой офис для того, чтобы в дальнейшем принимать клиентов. Вот то, как вы сейчас... То есть вы закрыты вроде бы, да? Офис закрыт. Почему? Потому что, ну, не знаю, надо провести какие-то технические там работы, там свет подключить, да? Мебель, может быть, поставить, может, что-то покрасить, обновить, может быть, у кого-то в реальном мире, да? Ну, то есть сейчас в физическом плане в реальное время, да? Вы занимаетесь вот какой-то ремонт, что-то освежить, да? Здесь не заново строится, а здесь вот как будто бы нужно как-то освежить это все, да? Привести в порядок, там, заменить шторы для того, чтобы принимать людей. Вот почему-то мне идет здесь какое-то такое светлое помещение, кожаный там диван, почему-то у меня идет без подлокотников, не знаю, такая белая кожа, очень мягкая такая, садишься и проваливаешься, и при этом у нее какие-то металлические ножки такие, да? И вот точно такой же там стол, там, стул для рабочего стола, и вот чтобы принимать, я не знаю, пациентов, клиентов. Ну, в общем, все очень светло, доминируют белые цвета. Вот здесь в данном случае уровень ваш, да, я сказала, то есть идет вот какое-то техническое обслуживание помещения, в данном случае это ваш сосуд, это ваше тело, это ваш организм, что-то вы, может быть, там, не знаю, чистками занимаетесь, может быть, избавляетесь, скраб, например, используете для тела. Почему? Потому что такое ощущение, как у змеи, да, нужно поменять кожу. Может быть, что-то переосмысливаете, да, в том числе, но вот здесь что-то новое рождается, причем, заметьте, я не говорю бабочка, потому что здесь вот не про вас, здесь это не про бабочку, а вот именно про змею, которая меняет свою кожу, либо ящерица, вот что-то, вы как будто вы лазите из кожи, причем это в физическом мире может выглядеть так, я хочу все успеть и вылазью из своей, как это, из своей кожи. Как это правильное выражение, говорится, да, из кожи вон лезу, лезу из кожи, да, по-моему, так говорится, лезу из кожи вон, для того, чтобы вот все успеть и все сделать, то есть вы прикладываете еще, может быть, какие-то сверхусилия сейчас на данном этапе. Так, в чем ваша сила? В чем вообще ваша сила? Это точно двоечки? Король мечей, это точно двоечки? Почему? Потому что в чем ваша сила? Здесь ваша сила именно в умении контролировать свои эмоции, причем именно эмоции. Если в первой позиции там было все контролировать, то здесь у вас только эмоции. Интересный такой момент, почему? Потому что вы по натуре, вот двойки всегда выбирают люди такие эмоциональные, поэтому и двойка, то есть неуверенность, вот это вот метание, мытарство туда-сюда. Очень много эмоций. И вот ваши силы как раз тогда, когда вы укращаете эти эмоции, когда вы начинаете мыслить логически, когда вы абстрагируетесь от эмоций, когда держите какую-то дистанцию для того, чтобы принять какое-то правильно, верное решение, и умеете анализировать. Причем двойки никогда не умеют делать выбор, ну потому что цифра 2, она дуальная, и сложно в чем-то определиться. Вот она двойка жезлов, сложно определиться, двойкам всегда сложно определиться. А здесь ваша сила как раз таки в том, когда вы должны, король мечей, это человек, у которого очень много идей в голове, очень много разных мыслей в голове. Не то, что он размышляет об этом, как, например, в единице, а здесь человеку, который постоянно рождают какие-то идеи, они почему-то двойственные. Например, я не знаю, хочу поменять работу. О, хорошо было бы там, например, вот в это пойти, и вот в это. Как правило, это противоположные бывают профессии. Не знаю, пойду в эзотерику изучать Таро, и пойду в медицину изучать психосоматику, либо еще что-то. То есть, вроде бы противоположные. Проположные. И, а здесь у короля мечей, у него не только две какие-то мысли рождаются одновременно, у него много этих мыслей. И он как будто бы, знаете, даже не порождает, а он идет по готовым мыслям, как готовым каким-то идеям. Вот, как пчелка, туда-туда-туда-сюда летает, нектар собирает. Пчелка – это всегда ассоциация в античности наших продуктивных мыслей. То есть, задача собирать нектар, то есть, задача собирать вот эти крупицы истины, крупицы каких-то познаний, и приносить вот в семью, да, для того, чтобы в дальнейшем создавался нектар. Нектар, не помню куда ударение. Нектар. Нектар, по-моему, по-русски, да, потому что по-гречески нектар. Чтобы потом создавать божественный напиток для богов. То есть здесь, по сути, получается, что собираешь какие-то крупицы, приносишь их воедино, каждая пчелка приносит свое, собираются воедино, и получается общая какая-то суть, истина тех знаний, того первоисточника, да, вот, который нужно передать. Но пчелки они собирают. И вот здесь вот получается так, что вы как пчелка, и там, и там, и тут, везде летаете, собираете вот эти вот крупицы. Для того, чтобы потом из этого что-то создавалось. Но задача пчелки не создавать что-то единое, да, потому что, видимо, мед, он формируется, я не пчеловод, не знаю, но он формируется как-то, видимо, там, по каким-то другим конструкциям. То есть, ну, не то чтобы сам собой, но, видимо, там какая-то другая система есть. А здесь акцент больше на движение, на то, что вот пчелка собирает это, не создает мед, а вот именно собирает. Вот здесь вот акцент, он на этом. То есть, ваша сила в том, когда вы умеете украшать свои эмоции, научаетесь выбирать нужную информацию, и потом ее куда-то передавать. То есть, ваша задача не в том, чтобы что-то из нее потом сделать, а именно потом ее куда-то передавать. И поэтому здесь есть вот эта такая трудоспособность, летать везде и собирать нектор. Опять же таки, пчелка не летает по всем цветочкам, то есть не все цветочки дают ту необходимую субстанцию, которую нужно собрать. Поэтому вы тоже такой, знаете, избирательный человек, вот в этом ваша сила. То есть, ваша сила не тогда, когда вы ходите по всем курсам, по всем мастерам, почитаете все книги подряд, а научиться быть избирательной. Избирательной в своих мыслях, избирательной в своем даже каком-то выборе. И вы к этому приходите только тогда, когда научаетесь контролировать свои эмоции, потому что они вас... В чем здесь проблема эмоций? Проблема в том, что вы очень быстро воодушевляетесь и можете выбирать не свое. Не то, что на вас кто-то влияет извне, нет. А знаете, как обычно, все покупки, в том числе и продукты, которые выстраиваются в супермаркетах, они основаны на психологии. Именно на... То есть продажи создаются на эмоциях. Они акцент держат на эмоции. И вот вы как раз-таки попадаетесь в эту уловку, что если что-то покупаете, покупаете на эмоциях. Можете набрать то, что вам не нужно. Просто потому что это что-то вам напомнило из прошлого. Это включает в общем у вас какие-то состояния. Здесь очень важно делать правильный выбор. Вот в этом ваша сила. Я не буду повторяться. Есть ли еще что-то, в чем ваша сила? Да, вот то, что я сказала про фанта и пчелку и так далее, и так далее. То есть здесь умение передавать эту информацию. Вот ваша сила умения передавать информацию. Как ни странно, не в первой позиции, как обычно там у нас идут наставники, учителя, а именно у вас. То есть вы, наверное, на это не обращали внимания, но вы можете доносить правильно, верную информацию. Причем плюс ко всему доносить информацию, которая связана, не знаю, как-то с наследием. То есть можно сказать в некоторой степени, знаете, пропагандировать семейные устои. Но не в контексте сухости, да, а именно в контексте того, что я даю вам ключи. Вот смотрите, как интересно. В первую позицию у нас попадала Верховная Жрица. Это человек действительно ведущий, да, человек знающий. Иерафант, он стоит ниже в развитии Верховной Жрицы, и у него, по сути, ключи. То есть Верховная Жрица ведает и передает, и имеет эти ключи. И она передает эти ключи Иерафанту. И Иерафант показывает людям, да, то есть я дам вам ключи, как вот эту информацию, взятую Верховной Жрице, вы можете воплотить во внешнем мире. То есть Иерафант, по сути, он информацией не владеет. Он берет эту информацию Верховной Жрице и дает ключи. То есть он дает ключи людям, да, какие-то правила, какие-то установки, какие-то нормы моральные, там, не знаю, какие еще могут быть нормы, которые, устой какие-то, да, которые показывают, как человеку достичь то, что ему необходимо. То есть вот в таком соединении получается, что вы можете передавать, давать ключи людям. То есть вы, в некоторой степени, можно сказать, что вы обучаете, но здесь вот это вот обучение, оно идет как-то не совсем буквально. То есть вы, возможно, можете передавать какие-то инструменты. Вы можете, здесь нету контекста «я училка», да, то есть вы передаете опыт, может быть, эмбирическим путем. То есть вы, например, говорите, я не буду тебя обучать массажем, вот придешь один раз, посмотришь, как я работаю, и тебе нужно будет просто так повторить. То есть без каких-либо уточнений, пояснений, что вот так надо, да. То есть еще раз скажу, иерофант, он отдает ключи во внешний мир, но сам он ими не владеет. Вот то, что я сказала и про пчелок, здесь вот примерно про то же самое, да. То есть сами пчелы получаются, опять-таки, образно, метафорично, может быть, в природе так оно и есть, я не знаю, они как будто бы вот, ну, мед не создают. Видимо, там какие-то другие процессы, но мне так идет интуитивно, происходит. Их задача собрать вот необходимый материал для того, чтобы в дальнейшем был мед. И вот иерофант как раз-таки тоже нам про это говорит. То есть я дам тебе ключи, а ты уже как будешь использовать эти ключи, это уже второй вопрос, да. То есть я, в принципе, за это ответственность не несу. Но я тебе покажу правду, которую, опять же-таки, сам он может быть и не ведает. Он ее откуда в это взял? Ему передала Верховная Жрица эту информацию. Так, думаю, вы поняли. Так, здесь тоже я посмотрю, в чем ваша сила. Мне важно вытащить аркан в прямой позиции. Мы его вытащим. В чем ваша сила? То, что я делаю в первой позиции. В чем ваша сила прямой? Поглощение высшим. То есть я ей сказала в первой позиции, да, вот верхняя часть. Аркан. А, написано, да, поглощение высшим. То есть вот ваша задача как раз-таки поглощать. Опять-таки, пчелы у нас желтого цвета, да, ассоциация с солнышком. И здесь получается так, что ваша сила в том, чтобы поглощать свет, да, вот он и арафант, эти знания, чтобы, то есть вы не идете за ними, а вам их передают, вы их принимаете и отдаете. Знаете, как почтальон. Вот я пошел, отсюда взял, туда отдал. Опять же-таки, это не совсем про проводников, ну, хотя в некоторой степени, может быть, оно и так. Вот, но здесь в большей степени, знаете, как это, посыльный. Я бы сказала, что, может быть, как Гермес, да, пришел, взял какую-то информацию и передал. Какая ответственность здесь? Ваша ответственность заключается в том, какую информацию вы передаете в контексте того, чтобы она была избранная, да. То есть вот ваша задача по королю мече здесь выбрать нужную, то есть отсеять, да, когда чечевицу очищаешь, либо рис очищаешь, да, там, белый и какой-нибудь там черненький камешек, если бы еще что-то. Вот вам нужно очистить то, что нужно, и то, что вы почистили, вот это вот вам нужно передать. Вот в этом ваша сила. Откуда вы черпаете эту силу? Откуда вы черпаете эту силу? Ну, вот, видите, восьмерка педагли. Вы черпаете свою силу через работу. Причем, заметьте, восьмерка педагли – это всегда мастерство. Но какого формата? Мастерство однообразное. То есть это есть некая рутина, да, как некий такой конвейер. Однообразная работа, но эта работа, она приносит удовольствие. То есть если это, я не знаю, как-нибудь на заводе, где показывают иногда ролики в интернете, да, сидит, человек спит от своего однообразия, да, в работе, и ему неинтересно, то это не про вас. Здесь работа, она, да, с одной стороны однообразна. Вот вы труженики, вот не случайно эта метафора пчелки ко мне пришла. Откуда черпаете силу? От своей работы, но эта работа, она приносит вам удовольствие. Это важно. Если нет удовольствия, и даже если это однообразная работа, вы не будете наполняться. Давайте посмотрим на оракуле, откуда вы черпаете силу. Ну как я рада, когда вот так вот карты говорят. Привет, надеюсь, вам видно, да, откуда вы черпаете. Посмотрите, здесь человек, да, и все идет как будто бы по кругу. То есть здесь как будто бы открытый рот, не знаю, видно вам или нет, нос, ноздри, эти, как его, брови, да, и рот. И вот, вот отсюда. И дальше пошло-поехало все, вот так, скорее всего, правосторонне, да, по кругу, по кругу, по кругу. И вот здесь человек, вот он отсюда вышел, да, и отсюда пришел. То есть он что-то сказал, и это дошло, допустим, до, в некоторой степени, до людей. То есть откуда вы черпаете? Из повторности, вот что я сказала, из однообразия. Почему? Потому что вам нужно как-то заземлиться, вам нужна стабильность. Вот здесь вот не случайно десятка пендаклей была, да, фундамент. Вам нужно быть заземлены. Вот в этом есть вот прям определенная необходимость. Потому что король мечей – это огненная часть воздуха. Это все продвижение, продвижение. А вам нужна все время какая-то стабильность, фундамент, чтобы заземляться. Поэтому откуда черпаете силу? Могу сказать, что черпаете силу из земли, да, то есть работа и в данном случае от земли. То есть вы можете подпитываться. Возможно, у вас есть какие-то вот как воронка, да, места силы, которые вот заворачивают вас, да, то есть вы встаете на это место силы на земле, и воронка наполняет вас. Вот здесь у кого-то, может быть, практики вы даже такие проводите, да, когда наполняетесь на местах силы. Так, как увеличить? Как увеличить вашу силу? Как увеличить силу через аркан умеренности? Ну вот опять-таки очищение, да, вот как здесь было по башне, вот здесь тоже, вот к башне, здесь тоже идет очищение. От чего вам нужно очиститься? От короля жезлов. Здесь от какого-то общения вам нужно очиститься, и плюс ко всему от каких-то, не знаю, от какого-то развития, которое не несет вам благостные результаты. В том числе здесь, может быть, нужно очиститься от каких-то своих желаний, либо амбиций, либо какой-то, как это, активности, подвижности. Ну, может быть, в том числе и суета. То есть чрезмерная какая-то движуха. Это может быть, там, я не знаю, в разговорной речи, если вы очень быстро разговариваете, надо, может быть, помедленнее. Почему? Потому что, а быстро вы разговариваете, почему? Потому что король мечей, он не контролирует слова, почему? Потому что они быстрые. Это вот прям характеристика близнецов. У них мысли идут вперед, их речи. И речи, она не поспевает. То есть материя, она не поспевает за этим воздухом. Поэтому они могут концовки обрывать, могут какие-то слова опускать, вообще их не озвучивать. Потому что они хотят угнаться за своими мыслями. И не всегда получается, что их понимают. Поэтому здесь нужно очиститься от какой-то скорости чрезмерной, в том числе, помимо речи, в развитии. То есть где-то вы торопитесь. Вот от этого нужно очиститься. И вы тогда сможете увеличить свою силу. Почему? Потому что если вы торопитесь, вы расплескиваете. А вам нужна умеренность, вам нужна равновесие. То есть спокойно, размеренно, никуда не траплюсь. Я четко понимаю какое-то терпение, когда и что нужно применить. А вот когда ты понимаешь, вот именно для понимания нужно время. А здесь все вот как-то вот подгоняется. Подгоняется, смотрите, королева жезлов, король жезлов. Солнышко-то тоже оно быстрое. Оно все равно имеет свое движение. Здесь, посмотрите, карта движения, подвижности. Король мечей – это уже другая история. Как увеличить ее, я вам рассказала. Для чего? Вот для чего вам нужна энергия? Для чего вам нужна энергия? Вот, видите, вот вы торопитесь. Энергия здесь вам нужна, с одной стороны, для того, чтобы выйти из своего повешенного состояния. И поэтому вы торопите. Ну вот, смотрите, у повешенного у него есть задача. Он почему висит-то? Он висит, и он действовать не может, у него ноги здесь завязаны. Он не может двигаться. Но что может двигаться? Его голова. Но в каком русле? Она и так у него подвижная. В русле переосмысления. То есть, вам сила нужна на данном этапе, с одной стороны, вроде бы, выйти из своего повешенного. Но прежде чем вы выйдете, вы должны понимать, куда вы будете двигаться. А чтобы понимать, куда двигаться, вам нужно переосмыслить, пересмотреть. Потому что все время куда-то вот торопитесь, как минимум в своей голове. Спешите. Вот это вот спешка. Вот чтобы спешки не было, надо себя, здесь человек, как это, знаете, в кандалы себе за этот, какое-то утяжеление есть на ногах. Как, я не знаю, цепи раньше сковывали, да, у узников. Вот. И прикрепляли металлический вот этот вот, железный какой-то там мяч. Вот. Чтобы, знаете, когда это еще повесится, вот так, гоп с камешком, с утяжелением. И чтобы наверняка на дно пошел. Вот здесь какое-то такое, вот вас как будто бы с утяжелением надо сдерживать. Вот. А когда вы никуда уже не можете двигаться, что делать? Надо думать. Но здесь думать не в контексте «Мои мысли, мои скакуны», а в контексте переосмысления. Что вам здесь нужно переосмыслить? Вот. Вот. Видите, как? Как хорошо карта говорит. Как он поет, да? Нет. Как он поет. Ты посмотри, как он поет. Помните, да, фильм? С участием в любые углы. Как он поет. Что переосмыслить? Свою жизнь здесь нужно переосмыслить. Опять-таки, да, король мячей и королева мячей. Умение управлять королевой мячей, она такая же. Переосмыслить свои какие-то эмоциональные моменты, которые причиняли вам боли. Почему? Потому что велика вероятность была какая-то наивность. Вот здесь вот нужно стать королевой мячей в контексте чего? В контексте того, чтобы уметь сканировать пространство, уметь видеть перспективу, да, не ошибаться. Здесь мудрость идет. То есть вам нужно быть мудрым человеком. Для чего? Опять же-таки для того, чтобы королева мячей, она легка на подъем. Вот при всей своей какой-то серьезности, да, зрелости, она легка на подъем. И вот этот вот навык, то есть в любой момент я отрежу все то, что меня отягощает, все то, что мне не нужно, и я иду вперед, я меняю. И здесь у вас, как интересно, такая энергия. Вот при всей вашей активности, в том числе и в голове, вы не любите перемены. Вы вообще их не любите. Вы любите суматоху, вы любите суету, вы любите любой кипиш. Но перемены, когда дело доходит до чего-то такого серьезного, вы тормозите. Поэтому для чего вам нужна сила? Для того, чтобы вы переосмыслили, куда вы хотите идти, и с легкостью отрезали то, что вам не нужно, и пошли дальше. И вот этот вот процесс очищения, да, на данном этапе, и принятие нового шанса, новой возможности, он имеет место быть только тогда, когда вы эту возможность сможете увидеть. А чтобы ее увидеть, вам нужно переосмыслить то, что вы имеете сейчас, и понять, для чего вам это нужно, вот что вы хотите, для чего. Не просто я побежала, а потом я передумала, и сожалею, и эмоции, и апатия, и все такое. Знаете, вот у меня все как зайцы прыгают. Вот здесь вот скачкообразно все как-то, у вас энергия такая прикольная, скачкообразная. Я вспомнила один ролик, недавно мне рассказывали про него, как кошка воспитывалась в семье зайцев, кроликов. И вот они вот так вот прыгают, и маленький котенок, не большая кошка, а маленький котенок, глядя на этих зайцев, он тоже не ходит, как кошки ходят, а он прыгает. Не знаю, может быть вы видели даже ролики, где, например, курица воспитывалась с утками, и вот утки идут в реку и начинают плавать, и она тоже с ними. Но вроде бы это не свойственно, да, курица, потому что курица не плавает, это не ее природа. Но вот она воспитывалась с утками, и она такая. И вот здесь вот такое ощущение, что вы у меня такие, то есть вот вы как будто бы воспитываетесь в каком-то окружении, и вы перенимаете повадки этого окружения, а у вас должны быть свои какие-то повадки, у вас другая природа. Ну, забавно, я как минимум посмеялась над вашими зайчиками, собрали здесь, да, животный мир, зайчики, кто у нас там еще были? Пчелки, кошечки, да, кошечек вы любите, кошечки, и все такое. Пишите свои комментарии, повеселились ли вы, как и я? Повеселились ли вы, как и я? Так, это была вторая позиция, третья позиция. Наконец-таки выдохну, да? Третья позиция пришла, давайте смотреться. Вот поэтому я, знаете, когда... Не знаю, почему я это говорю вам, троечки, я не говорю в начале. Когда я предвкушаю, что будет вот такой расклад, где, ну, можно покопаться, можно рассмотреть, можно, там, я не знаю, проанализировать. Я люблю делать на одну позицию, потому что занимает много времени, вот, и хорошо это вот прям углубляясь рассматривать. А когда вот так вот три варианта, это... Ну, здесь есть что копать, вот так скажу. И все равно хочется еще и еще, но ты понимаешь, что у тебя время ограничивает, и тебе приходится выныривать и заныривать в другую... Боже мой, вот все время не могу вспомнить здесь одно слово, вот крутится у меня на греческом языке, а на русском я не могу перевести. Лексамины. Это знаете где? Не водоем? Водоем, нет, водоем. Вот где? Водохранилище. Вот, все, вспомнила, вот, наконец-таки. Водохранилище, то есть, выпрыгиваешь из одного водохранилища и попадаешь в другое. И так ты до дна водохранилища и не доходишь, а там, возможно, есть что-то ценное. Поэтому я не люблю три позиции, вот, на такие расклады с глубиной. Хорошо. Троечки. Уровень и объем вашей силы на сейчас. Уровень. Уровень и объем. Это что такое? Уровень сейчас никакой. Да, сейчас никакой. Если не откликается, не смотрите. Сейчас никакой. Почему? Потому что дайка в мече. Сейчас я вообще ничего не понимаю, что происходит. Где-то есть какое-то опустошение, вот прям энергия на исходе. Как будто бы из последних сил, да, хватает только на базовые какие-то потребности. На то, чтобы, там, не знаю, сходить на работу, поесть, поспать и все. Больше ни на что. То есть здесь очень-очень маленький уровень, и здесь, ну, нужно восстанавливаться. Какой объем вашей энергии? Ну, здесь тоже небольшой, потому что пятерка жезлов. Чуть больше, конечно же, от того уровня, который есть, но ясное дело, объем, значит, у нас здесь получается, если пятерка это объем, а уровень в ней двойки, ну, вот где-то вы, наверное, на 50% сейчас имеете вашу энергию. То есть однозначно она хватает только вот на то, что вы делаете в своей обыденности, да, в дне сурка, на что-то дополнительное, на реализацию, там, желаний, на мечтания, на еще что-то. Здесь энергии не хватает и времени не хватает. Вот здесь такое ощущение, что людям, блин, говорят, почему так мало времени в сутках, я ничего не успеваю. Вот здесь очень часто люди говорят о том, что они не успевают. Здесь есть какая-то усталость, как будто вот в сжатые сроки надо сделать большой объем работы. Причем вы сами задумываетесь о том, что ранее этот объем я успевала делать, а сейчас нет. И это вот причина, почему вы задумываетесь о времени, да, что не хватает, что-то идет не так. Давайте еще я посмотрю, да, уровень вашей энергии. Ну вот опять же-таки, да, выбор, да, там двойка мечей, а здесь аркан влюбленных, выбор уровень. Сейчас идет, а что у вас сейчас происходит, что такое? Какой-то выбор. Ну здесь выбор в работе, здесь вы как будто себя загнали, загнали в угол, и здесь человек терпит, терпит и ждет. Вот как будто бы, знаете, надо что-то доделать, и вот вы выжидаете. Обычно бывает так, вторник, среда, и ты уже ждешь, когда будут выходные. Вот надо потерпеть, и вот в выходные я отдохну, либо посплю. Вот надо потерпеть, вот здесь какой-то такой момент идет у вас, вот надо еще чуть-чуть потерпеть, и потом я что-то сделаю. Но вот это вот уже терпеть, оно уже не втерпешь. На самом деле, потому что здесь уже все запущено, здесь уже терпеть нельзя, здесь уже надо было вчера что-то делать. Здесь какая-то такая ситуация, вы это понимаете, поэтому здесь аркан влюбленных, да, то есть здесь человек хочет определиться в чем-то, да, что-то хочет для себя понять и принять какое-то решение. И решение, которое нужно принять здесь по двойке мечей, вы это обдумываете, и по какой-то причине вы не прислушиваетесь к своей интуиции, то есть вы как будто бы полагаете на свою голову, да, на свой ум, но интуиция вам говорит, подсказывает что-то, а вы ее игнорируете. Поэтому обратите на это внимание в принятии решения. Не игнорируйте свою интуицию. Она вам очень четко здесь говорит, что-то послушайте, чтобы потом не сожалеть. Вот прям какая-то такая точная информация пошла. Хорошо, в чем ваша сила? В чем ваша сила? Тройка мечей. Ваша сила в сопереживании, в сострадании и в сопереживании. То есть вы тот человек, который может чувствовать боль другого человека. Здесь не про эмпатичность, а здесь скорее всего про ваш прошлый опыт, что вы прошли. И когда вы его узнаете в проживании других людей, вы это очень четко отслеживаете. Я не могу сказать, что вы эмпатичны здесь, потому что всегда у троек проходит такая холодная мечевая энергия, при том, что вам не чужды эмоции. Я это не исключаю ни в коем случае. Но здесь ваши эмоции, они не для всех. Они как минимум только для вашей семьи, либо для очень близкого человека. Здесь вы не то большое сердце, как у двойки, которые выбирают. Но с другой стороны, вам не чуждо чувства. И поэтому вот ваша сила как раз тогда, когда вы начинаете сопереживать другому человеку, когда вы понимаете, что привело его к той ситуации, в которой он находится. Почему? Потому что вы можете дать, понимая причинно-следственную связь и мотивы человека, вы можете дать ему решение. То есть здесь вопрос не то, что вы жилеткой к вам пришли, поплакались. Это вот, скорее всего, туда, в вторую позицию. И вы не спасатель, далеко не спасатель. Но здесь человек, который может, знаете, как приходим к психологу за советом, либо приходим, не знаю, к адвокату за советом. Вы тот человек, который, сопереживая, из этого чувства можете помочь другому человеку. Как-то, знаете, здесь еще плюс ко всему, я всегда говорю, тройки умеют мотивировать, находить правильные слова. Потому что вам знакомо, вот те люди, которые к вам приходят, да, и что-то они просят у вас, да, либо как в контексте услуг вы им оказываете, вам это знакомо, потому что вы сами это приходили. И ценность этого заключается в том, что вы свой опыт проходили сами, а другому человеку помогаете вы. То есть он решает свою задачу благодаря вам. Но первично вас должно это зацепить. То есть если вас не зацепит, вы не будете помогать этому человеку, а сцепляет вас аналогичный опыт. То есть это разбитое сердце, да, тройка мечей. Ваша сила именно в этом, в том, что вы можете помогать другим людям, через вот как-то сопереживание. И это сопереживание, оно не словесное, оно переходит в действие. То есть вы не словами будете говорить человеку, ой, ты знаешь, я тебе сочувствую, либо ой, да, ты бедный, несчастный. Это не ваш формат. Но вы тот человек, который скажет, так, ну-ка, утерла быстро нос, вот тебе платок, держись за мою руку, пойдем я тебя отведу к нужному человеку и скажу, и он тебе поможет, и все, и нечего рыдать, и что-то здесь сепли, и слюни свои распускаешь. Прорвемся, несы. Вот здесь какие-то такие выражения очень прикольные. И вы берете человека и ведете там, я не знаю, либо к нужному человеку, либо к нужному месту, вот к решению. Здесь такое. И это правильно на самом деле, потому что, если бы вы как-то здесь плакали вместе с этим человеком, да, у которого боль, это бы не привело ни к какому решению. То есть вы тот тренер, который говорит своему подопечному, так, больно, ничего, будешь преодолевать эту боль, иначе, когда будешь выступать на соревнованиях, и тебе причинят эту боль, ты не сможешь не справиться. Поэтому лучше я буду тебя бить, да, бей своих, лучше я буду бить тебя, чем тебя будет кто-то другой бить. Почему? Потому что я смогу тебя еще и вылечить, а другой не будет лечить. Вот здесь какая-то такая теория. Еще в чем ваша сила? Колесо фортуны. Вот я говорю, вы понимаете какую-то цикличность, вы понимаете сценарии, мотивы. Ваша сила еще и в удачливости, да, то есть вы умеете выходить из сложных ситуаций при условии того, что вы будете спокойны. Вот когда вы находитесь в спокойствии, и не тревожитесь, не беспокоитесь, тогда вы становитесь удачливыми. Вам под какой-то вот шанс может появляться, да, где-то в чем-то может фортануть. Пусть удача к вам смотрит, смотрит на вас в лицо, тогда, когда вы не эмоциональны. Вот вы везунчик, вот при всех ваших трудностях, сложностях, вы тот человек, который падая, встает, и вы акцент делаете не на то, что вы упали, акцент делаете на то, что вы встали, и встаете вы всегда сильнее. Вот это ваша сила. То есть вы делаете какие-то выводы из своих падений. И мало того, что вы делаете выводы, еще раз повторюсь и скажу, что вы еще и... Извиняюсь. Вы еще помогаете другим людям на основе того опыта, который вы... Извиняюсь за паузу. На основе того опыта, который вы получили и сделали анализ. Вот, кстати, я поперхнулась, да, вот, у вас тоже такие преграды, но вы все равно из них выходите победителем. Давайте посмотрим на колоде Эйдсинт, что она скажет. Там важно вытащить правильно прямую карту, то есть мы будем смотреть как прямую, а не как перевернутую. В чем ваша сила? В чем ваша сила? В безусловной любви. Да, видно, что я высоко поднимаю. Вот, безусловная любовь. Это прямая позиция. В безусловной любви. Но не в контексте того, что вы ее кому-то транслируете. Здесь вам вот это вот, здесь ощущение того, что это вот безусловная любовь. Причем смотрите, как хорошо, да? Тройка мечей. И она сделана здесь в виде сердца. Видно? Сердце. И скелетики. И здесь вот скелетик. И здесь вот сердце. Интересно, да? Из всех карт, как выпадает иногда, когда синхрон происходит. Когда вы наполняетесь этой энергией, безусловной любви, а наполняетесь вот тогда, скорее всего, когда вы наполняетесь энергией, безусловной любви, тогда вы можете ощутить вот это чувство сопереживания, да? Сочувствие к другому человеку. То есть разделить его боль. Но опять же таки, вот прожить ее, ощутить. Вот вы это очень хорошо можете. Вот в этом ваша сила. Почему? Потому что вы можете, при том, что вы не эмпат, вы можете это чувствовать. Вот я на этом делаю акцент. Это важно. То есть одно дело, если вы, например, не знаю, эмпат, как я, и оказываетесь в каком-то помещении, вот я чувствую, что есть человек, которому больно, у меня такое желание, беги. Беги, Вася, беги подальше от этого человека, потому что тебе после этого станет не очень-то хорошо, да? То есть ты чувствуешь эту боль. А вот в вашем случае, да, умение сопереживать и чувствовать эту безусловную любовь, она как раз-таки вот включает вот эти процессы. Может быть, на эту энергию вы и притягиваете, да, своих клиентов, как минимум. В безусловной любви, да? Хорошо. Откуда вы черпаете силы? Давайте посмотрим. Откуда вы черпаете силы? Пятерка жезлов. Ваша сила в борьбе. Внутренней борьбе, в противоречии, знаете, вы тот человек, который легко бросаете себе вызов. Вот вы как раз-таки, скорее всего, тот человек, которого можно брать на слабо. И вы это знаете. То есть вот если других людей вы можете там, я не знаю, как-то замотивировать, поддержать, что-то сказать, то вот себя с вами вот лучше работает на слабо. А тебе слабо вот это сделать, да? Потому что вот как это вас подстегивает, да, какой-то вот соревновательный момент, вот с кем-то соревноваться, кто сильнее. Вам это нравится. Не то, что вы это не понимаете, да? Здесь не вопрос того, что вы попадаете на какой-то крючок и вот вами манипулирует. Ну, хотя бы в какой-то степени это тоже может быть, но это в малом проценте. Просто вам нравится вот эта энергия. Энергия драйва, энергия адреналина, энергия какого-то соревнования, да? То есть и я смогу. Либо если есть какие-то сжатые сроки, да, и здесь вот нужно. Ну, то есть оставляли-оставляли, и вот у вас есть дедлайн. И вы в последний момент все вот собрались и все сделали то, что можно было сделать в нормальном ритме за тот период, который вам давались. А вы вот в последний день все сделали. Ну, то есть здесь, с одной стороны, вы человек, который живете постоянно на стрессе. С одной стороны, вы, может быть, страдаете от этого, потому что, ну, вот все время вы в стрессе, это тоже не экологично. Но с другой стороны, вот это вот как-то какая-то ваша, ну, ваш наркотик какой-то, да, ваша какая-то зависимость о том, что я надеюсь, у меня за это слово не занят самое. Ничего не сделать в Ютьюбе. А то скажут. Жалко, просто такой расклад, я столько времени потратила. Так, надо фильтровать. Слова запретные. Здесь просто есть вот какая-то такая, это вас цепляет, вам это нравится, вот этот вот соревновательный момент. Если вы сами себе тоже бросаете какие-то вызовы, да, то есть вот, а давай-ка я проэкспериментирую, давай я попробую. То есть вы тот человек, который загораетесь этим. Еще откуда вы берете, черпаете энергию, аркан смерти. Когда вот, вот это вот как раз-таки колесо фортуны и смерти, да, когда вот вы падаете, да, вы чувствуете, что все, я дошла до конца. и вот как это, на последнем издыхании. Мне показывают, знаете, какой-то соревновательный момент в ринге, да, два мужика, и вот вроде бы стоит, значит, над упавшим соперником этот, как его, рефери, и считай, да, обратный счет, 10, 9 и так далее. И вот уже остается, там, два счета. Вы как-то вот находите в себе силы, встали, и мало того, что встали, вы еще и выиграли этот бой. Вот здесь какая-то такая энергия, вот вы черпаете именно в крайностях. И поэтому я сказала, и адреналиновая энергия, то есть, может быть, вы ходите на грани. Это тоже очень опасно, но вы тот человек, особенно если вы там что-то практикуете, вот там вообще нужно быть очень осторожным, потому что вот вы ходите на грани, там, не знаю, может быть, работаете с опасными сущностями, духами. Вот, с одной стороны, вам это нравится, но в этом есть очень большой риск, и главное, чтобы риск был оправданный и осознанно. То есть, когда рискуете, но осознанно, да, это хорошо, а когда вы рискуете не, ну, неоправданно, но того не стоит, это вот прям грозит жизнью, ну, то есть нужно быть аккуратным, а вообще вы ходите по лезвию ножа. Вот вы в этом находите свою силу, и плюс ко всему, ваша сила, когда вы ходите, особенно если практикуете, что-то здесь связано с некромантией, да, с потусторонним миром, да, с миром мертвых, вот такая энергия. Вот, да. Дальше, как вам увеличить, как увеличить свою энергию, как вам увеличить свою энергию, через то, чтобы убрать какие-то ограничения, то есть есть что-то, что вас здесь сдерживает, что конкретно, вот, что конкретно вас сдерживает, вот, товарищ, о котором я говорила, с которым вы дружите, вы дружите. Что вас сдерживает? Страхи. Страхи, иллюзии, причем страхи на уровне фобии каких-то, да, это не то, что испугался, а страхи, привычки, это то, что вас удерживает, то есть в том числе вас сдерживает здесь, дьявол напрямую имеет отношение к силе, к силе, здесь вас сдерживает, может быть, не знаю, все, что связано с материей, ну, то есть вот это ваша слабость, да, то есть там деньги могут быть, какие-то ресурсы, в том числе, там, знакомые, приятели, вот это, это то, что сдерживает, связи, да, то есть всевозможные связи, они вас сдерживают, то есть может быть даже влияние, да, какое-то влияние других людей, это тоже вас ограничивает, там, я знаю, какие-то родственники, либо клиенты какие-то, кто-то, может быть, вами даже и манипулирует, да, играется, надсмеивается, и здесь получается так, что я как-то привязан к этому человеку, либо к ситуации, я не могу ее исправить, но я не знаю, может быть, кому-то там что-то должны, может быть, есть какие-то обязательства, ну, в жизни разные ситуации бывают, и вот как будто бы другая сторона это знает, и вот манипулирует вами, управляет, то есть здесь есть какие-то зависимости, действительно, может быть, даже и серьезные, а может быть, какие-то привычки, тоже, которые не дают вам развиваться, то есть здесь и убеждения могут, и страхи, и привычки, но здесь много чего, да, ну, такое еще ощущение, знаете, как можно увеличить силу, вы ее сами сдерживаете, вот так скажу, то есть кто-то действительно реально сдерживает свои силы, свой дар, свои умения, но просто я помню, что по тройкам мои любимые практики проходят, и здесь люди сами сдерживают, вот если вы действительно сдерживаете силу, здесь важно еще понять, какую силу, если это вот такая темная сила, то правильно вы делаете, что вы ее сдерживаете, потому что если вы как будто бы не будете сдерживать, да, то есть, ну, велика вероятность, что вас разорвет энергетически, то есть здесь важно понимать контекст, вот я о чем хочу сказать, поэтому я не люблю такие вот диагностики на большую аудиторию, у каждого человека здесь что-то свое будет, если не в контексте практики, то почему вы сдерживаете какую-то силу, может быть, у вас есть какие-то умения, какие-то навыки, а вы их сдерживаете, вот почему, вот в этом случае посмотрим, почему вы их сдерживаете, потому что здесь вопрос стоит по девятке пендаклей, здесь вторичная какая-то выгода по поводу того, чтобы не стать самодостаточной, да, то есть вот, ну, я не знаю, например, если я буду самодостаточная, то я потом должна буду взвалить на себя ответственность, да, и, допустим, если я покажу своему мужу, да, насколько я самодостаточная, то он мне скажет, давай будем платить там пополам, либо плати свои расходы сама, а так вот выгода, типа, я ничего не могу, мне не хватает денег, и он вас, допустим, обеспечивает, ну, элементарный такой пример, да, либо если я покажу там своим детям, что у меня есть деньги, они будут постоянно приходить, либо родственники, да, они будут постоянно приходить и занимать в долг, а я не хочу этого, ну, то есть, ну, разные жизненные обстоятельства, здесь вот все, что связано с самодостаточностью, ну, то есть вы сдерживаете, либо наоборот, если я покажу, насколько я самодостаточная, да, и не буду сдерживать свою силу, силу, то люди будут приходить ко мне постоянно. А мне нравится интровертность, быть собой в одиночестве. И мне эти люди не нужны. Поэтому вот я вот сдерживаю свою силу, не показываю, на что я способна, чтобы ко мне не приходил вот этот вот поток людей. Ну, как-то так. То есть, как и уверяющий, да, я рассказала. Убрать, кому нужно. Убрать. А вот мне просто любопытно стало, хоть не в тему, вот если вы действительно практикуете и сдерживаете эту силу, правильно ли вы делаете? Вот мне просто хочется сказать, да. Да. Здесь с этой силой надо управлять. Ее нужно контролировать. Вот это важно. То есть, причем контролировать, неважно сколько лет вы ей занимаетесь, не занимаетесь. Здесь не может быть равного какого-то сотрудничества. Здесь вы всегда должны быть командиром. Вы тот, кто командует, а сила это вам подчиняется. Потому что, как только вы перейдете на уровень, давай мы договоримся, договор или еще такая фигня, все, вы потеряли баланс. И ну, пиши пропало. Не буду говорить. Вот. Поэтому здесь очень важно, если вы работаете вот какой-то темной силой, всегда команда, всегда. И каждый раз, когда вы проводите ритуал, он должен быть как первый раз. Вы должны быть бдительными. Вот ни при каких обстоятельствах здесь очень важно. Это вот как, я не знаю, как самосохранение, как это, знаете, может, как это называется слово, когда предупреждают, вот, но на заводах, да, говорят там. А техника безопасности. Вот. Это техника безопасности. То есть, если вы в плохом настроении, у вас недостаток энергии, вы не можете там управлять, либо еще что-то вас откликает. Вот вообще не занимайтесь ритуалистикой и не входите в контакт с этой силой. Потому что она не может быть другом. Это не та сила, с которой нужно дружить. Это та сила, которой нужно управлять. Это, условно говоря, вы купили себе алабая, который вам до груди доходит, да, и вы, не знаю, отпускаете его, там, вольные хлеба, да, и говорите, а он сам придет. Ясное дело, что есть собаки, которые, ну, можно обучить их, и они будут слушаться. Но если вдруг перед алабаем пробежит кошка, и какой бы он послушный не был, да, это его природа, он все равно за ней погонится. И мало того, что он погонится, он и вас еще за собой потащит. Вы не сможете с этим справиться, да, то есть, вот, нужно быть адекватным. И в данном случае, я не случайно привела пример алабая, потому что это вот очень большая такая собака, не привела какую-нибудь более ниже, да, ну, агрессивную, но более ниже. Потому что здесь физическая сила у этой собаки, она больше, чем у человека. Какой бы человек ни был, накачанный, мужчина там, сильный, мощный, он все равно не справится. Это точно так же, как, я не знаю, в цирке дрессирует тигров. Вот как бы он не был дрессированный, да, как бы он не был сытый, вот любой дрессировщик вам скажет, что нужно быть бдительным. Вот любой, с каким бы опытом он не был. Потому что, какая бы эта кошечка не казалась такая мягкая, их откармливать, да, чтобы они были такие ленивые, чтобы они не проявляли агрессию, в любом случае, природа, она берет свое. Вот здесь нужно быть, ну, очень-очень осторожным. Не знаю, почему мне захотелось сказать эту информацию, кому-то она очень важна. Вот прям очень, действительно. Для чего вам сила? Для чего вам сила? То есть, помимо базовой потребности, мы поняли, что здесь вы живете, выживаете на уровне энергетики. Вот дополнительная сила, если вы хотите ее поднять, прокачать, для чего она вам нужна, куда вы ее направите? Потому что, если вы не понимаете мотивацию, то есть мотивы того, куда вы хотите направить свою силу, она вам не будет дана. То есть, когда ребенок приходит к родителю и просит денежку, родитель всегда спрашивает, зачем тебе деньги? Он говорит, хочу игрушку, хочу еще что-то. И вот если ребенок не скажет, а скажет просто, да, просто хочу иметь, как карманные деньги, вам родитель не даст, скажет, нет, тебе не нужно. Когда надо будет, придешь, я тебе скажу, вот здесь вот тот же пример, для чего вам сила? Вы должны понимать, для чего вам сила? Вот он на конс силы приходит, да, для чего вам сила? Ну, в данном случае, как будто бы вам просто, не знаю, просто нужна сила. Для чего вам нужна сила? Смотрите, вот поэтому я и спрашивала здесь, и делала акцент. Если вам просто ради прихоти, то вам сила не будет даваться. Я не имею в виду магическое, я имею в виду энергетическое, она вам не будет даваться. Если вам нужна сила для того, чтобы поработать своими теневыми аспектами, в том числе и этом, да, в практике, она вам дастся. То есть, если вы хотите эту силу применить для того, чтобы проработать в себе вот эти вот ограничения, страхи, какие-то теневые моменты, да, то, что вот вам отягощает вам жизнь, оно не делает ее краще, нужны силы, чтобы что-то победить, чтобы что-то преодолеть в себе, да, чтобы улучшить свою жизнь. Вы понимаете, что есть какие-то убеждения, которые мешают мне, там, не знаю, получать больше денег, и надо с ними что-то сделать. Но для этого нужна сила, нужна энергия. в таком случае вам дадут, потому что это на преодоление себя, для того, чтобы там, не знаю, переосмыслить, для того, чтобы познакомиться с этим убеждением, разобраться, на это нужна энергия. Вам эту энергию, тире, силу, ее дадут, для того, чтобы поработать с собой, да, понять, вникнуть, разобраться. В таком случае, да. Если вам просто нужна сила, ради, опять же таки, того, чтобы говорить, что у меня есть эта энергия, ее не дадут. Если вы хотите куда-то, кого-то повезти, быть лидером, взять ответственность, вам опять дадут эту энергию. Вот. Для того, чтобы сдерживать вот эту вот силу, вам тоже дают силу. А вот так вот просто, чтобы она была ради того, чтобы она была, нет. Для того, чтобы прокачать силу воли, да, для спорта, там надо, например, не знаю, тяжелые какие-то веса, нагрузки, вам дается сила для этого. А так просто, если вот, ну, не понимая для чего, у вас не будет ее. Еще для чего вам нужна сила? Прекрасно, сила для любви, да, сила любви, вот она, безусловная любовь. Вот такую силу вам дадут. Если вам нужна сила любви, то есть если вы хотите ее прочувствовать и понять, на что действительно любовь способна, не в контексте любовь к человеку, а в контексте того, когда ты чувствуешь эту любовь, и на этой энергии любви, чего я могу достигнуть, вот что я могу достигнуть, на когда я чувствую любовь? именно я, когда чувствую внутри себя любовь, что я могу сделать? Вот именно безусловное здесь, не за что-то, а именно вопреки. И вот такую силу дадут. Если вы зададитесь вопросом, я хочу познать любовь. Я хочу познать любовь. И мне нужна эта сила, то есть сила под названием любовь, вам ее дают. Либо если вы хотите что-то сгармонизировать в себе, что-то как-то, знаете, как прийти к балансу, к выравниванию, если вы хотите что-то принять в себе, вам эту силу тоже дадут. Здесь вот вкупе я хочу принять вот этот вот теневой какой-то свой аспект, какие-то свои, я не знаю, хочется сказать грехи. Я хочу наконец-таки это принять и отпустить, то есть вот обиды. Я хочу их принять, я хочу в них разобраться, принять и отпустить, потому что иначе они меня гнетут и разрушают изнутри. Я не могу уже там злиться, не могу держать какие-то обиды, не могу там жалеть себя, допустим. Тогда дастся сила на проработку. То есть здесь сила дается конкретно для проработки чего-то. Вот такой был расклад. Третья позиция какая-то сложная. Если в второй позиции там были зайчики и пчелки прыгали и летали, первая позиция там вообще погружаемся в счастье, философию и все такое, то тройки, они все время мне дают жару, потому что, блин, вас только сдерживать надо в ваших практиках, и потому что, не знаю, как-то, я как этот, как он называется? Вамастис, который, укоротитель с плеткой, знаете, так это, хлыстну, хлыстну, все тигры сели по местам, потому что, ну не знаю, как-то надо вот вас возвращать на место. Вы в своей вот этой вот адреналиновости и хождению по лезвию бритвы и ножа, вы иногда забываетесь, забываетесь. Здесь еще есть вот этот очень малый процесс. Опять же таки, это слово, наверное, нельзя говорить. Люди, которые любят экспериментировать и иногда накладывайте руки на себя. Есть здесь такие, я знаю, маленький процент, но все равно меня не слышат. Поэтому вот, скорее всего, для таких людей такой хлыст, типа, очнись, да, ты здесь не просто так живешь. Что бы ни происходило, по колесу фортуны, что бы ни происходило, живешь. Если живешь, значит, есть в этом какой-то смысл. Ищи смысл, да, если люди особенно утратили смысл, а здесь важно, важно вас встряхнуть, вот реально встряхнуть и сказать, что ничего не стоит, да, вот никакие невзгоды, трудности, они не стоят того, что вот вам была подарена жизнь. Вот цените эту жизнь. Да, вот здесь, если кто меня слышит, да, я именно тебе говорю. Есть один такой персонаж женского пола, который мы говорили именно ему, что да, твоя задача – жизнь. и если есть ощущение, что это наказание, вот пройди его с достоинством. Вот как-то так. Так, не буду заканчивать на негативной ноте, на позитивной. Напомню, что этот расклад есть у меня в дневнике раскладов под номером 117. Представляете, 117 раскладов у меня в дневнике раскладов. Какая я молодец! И ты не все записывала. Вот, причем, знаете, интересно, заходите в дневник раскладов, кто его покупал, там есть название каждого расклада. Вот вы сами себе сели, сделали расклад, либо сами задали себе эти вопросы, поотвечали, потом под этим названием зашли на мой канал, нашли аналогичный расклад и послушали, получили двойной ответ, где-то что-то сравнили, где-то сопоставили. Ну, интересная же работа, ну, вот как вариант, да. Поэтому, кто хочет, пишите мне, я не помню, сколько он стоит, но недорого, меньше тысячи, это точно, просто я не помню, по-моему, 750, по-моему. Ну, в общем, информация есть под роликом, перейдете по ссылке «Мои услуги» и все прочитайте. А я с вами прощаюсь до пятницы, всего вам самого наилучшего, обнимаю вас всех, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok